Уважаемые коллеги, добрый вечер. Разрешите вас поприветствовать. Меня зовут Халиков Азиз Жавланович. Я являюсь доцентом кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Санкт-Петербургского государственного университета. А также работаю в клинике Скандинавия, главный врач НМЦ-томография и занимаюсь я преимущественно магнитно-резонансной томографией. И одной из сфер интересов является нейрорадиология и в том числе отдельный ее раздел это МРТ-диагностика эпилепсии. Как мы все помним, эпилепсия это хроническое невоспалительное заболевание, которое сопровождается судорожными приступами и зачастую приводит к инводилизации пациента и может быть даже причиной достаточно часто в проценте случаев смертельных исходов. Всего в мире эпилепсии болеют около 50 миллионов человек. То есть считается, что где-то 1% населения может в каждой стране, там процент варьирует, но от 1 до 2% среди населения есть пациенты больные эпилепсией. Поэтому значимость данного заболевания очень высока и соответственно лечение в большинстве случаев напрямую связано с диагностикой. Что же вызвало эпилепсию, какой процесс, какие изменения, насколько они поддаются лечению, какому лечению, хирургическому, либо консервативному. В этом помогает разобраться магнитно-резонансная томография. Надо сказать, что МРТ это действительно не единственный метод, существует множество других методов замечательных, таких как электроэнцефалография, которые дают абсолютно другую информацию. То есть эти все методы, они взаимодополняют друг друга. Но в современной практике одним из основных методов, из лучевых методов, наверное, основным является магнитно-резонансная томография. Поэтому мы сегодня будем говорить именно о МРТ при диагностике эпилепсии. Возникает очень много вопросов. Мы поговорим, во-первых, когда назначать, в каких случаях. То есть у нас, мы будем говорить, это не только с точки зрения лучевого диагноста, но и смежных специальностей, которые назначают эти исследования, чтобы все понимали, когда это делается, в каких случаях. Итак, какие же, действительно, возникает очень много вопросов. Что и как делать, ну, начиная с первого приступа. Стоит проводить МРТ, либо КТ, либо достаточно следить за пациентом. С какого возраста надо делать МРТ. Возникают вопросы, на каком аппарате делать, какой протокол исследования вызвать. Ну, и как оценить полученные данные. То есть мы сделали МРТ, а как же их мы будем оценивать, в какой последовательности. И не только это, но и алгоритм очень важен, чтобы не пропустить какую-либо патологию. Итак, что и как делать. Если у пациента возник впервые судорожный припадок. Это могут быть и взрослые, и дети. Как говорит из материалов Международной противоэпилептологической лиги. Любой пациент, у которого был судорожный приступ, имеет право на проведение высококачественного МРТ исследования. Но когда судорожный припадок возник впервые, возникает сразу много вопросов. Насколько срочно мы это должны делать? Какой метод лучше выбрать? Мы понимаем, что не всегда есть возможность сразу же после приступа в срочном порядке сделать МРТ. Что связано с тем, что и загруженность МРТ аппаратов значительно выше. И не все клиники, где принимают по экстренной пациентам, могут обеспечить проведение МРТ. Поэтому зачастую сначала делают КТ. Но если мы посмотрим на показания метода выбора, то практически всегда, не в зависимости от причины, это может быть и взрослые люди, у которых была травма, либо же это не связано с травмой, когда у пациента возник судорожный приступ, либо же это может быть связано с каким-то алкогольным отравлением, либо приемом наркотиков. В любом случае методом выбора является магнитно-резонансная томография. В ряде случаев это исследование будет проводиться с введением контрастного вещества. Единственной причиной возникновения, когда возник судорожный припадок, когда делают КТ, это острая травма. То есть, если был момент, то есть зафиксировано, что в анамнезе у пациента была травма, и сразу же после нее, либо через короткое время, возник судорожный приступ, то в этом случае надо делать КТ, не дожидаясь возможности провести МРТ, даже если есть возможность проведения магнитно-резонансной томографии. Действительно, вот если посмотрим на эту таблицу, практически всегда мы делаем МРТ, за исключением тех случаев, когда была острая травма у пациента. Если подытожить, вот как дается в рекомендациях Американского колледжа радиологии, пациентам с первые возникшими приступами необходимо проводить МРТ, либо КТ. При этом действительно, МРТ является методом выбора, а КТ проводится в экстренных ситуациях, либо когда нет возможности провести магнитно-резонансную томографию. Действительно, если был приступ и нет возможности сделать МРТ, значит, надо делать КТ. Еще раз повторюсь, что КТ является методом выбора у пациентов с приступами при острой травме. Исследование может быть сделано с контрастированием, как при МРТ, так и при КТ. В тех случаях, когда у пациента выявляется опухолевый процесс, инфекционное поражение головного мозга, это могут быть сосудистые патологии, которые требуют введения контрастного вещества для визуализации сосудов. Также по оценке колледжа МРТ является методом выбора при оценке изменений головного мозга у пациентов с рефрактерной эпилепсией, которая плохо поддается консервативному лечению, когда такие пациенты являются кандидатами на проведение хирургического вмешательства. И в этом случае делают расширенное МРТ по специальному протоколу. И также это исследование практически всегда дополняется еще другими методами, такими как ПЭТ, либо МЭК, либо СПЕК. То есть одного МРТ может быть недостаточно для того, чтобы решить по поводу оперативного вмешательства. Итак, впервые возник судорожный приступ. Это могут быть и дети, и взрослые. И вот такого пациенту делают КТ, либо МРТ. И возникает вопрос. Во всех ли случаях мы можем выявить изменения головного мозга и тем паче изменения, которые являются причиной возникновения судорожного приступа. Вот несколько таких больших развернутых исследований, которые проводились на большой группе пациентов. И оказалось, что после проведения МРТ, либо КТ, у пациентов с первые возникшим судорожным приступом, практически в 60% случаях была норма. То есть патологические изменения, либо вообще изменения головного мозга выявлены не были. Мы это видим на диаграмме, представленной с исследованием 2016 года. И исходная информация была на более раннем исследовании, когда изменения выявлялись в половине процентов случаев. И также здесь указывается, что только вот мы находим какую-то патологию в половине случаев. И только в 15-20% случаев мы можем сказать, что именно эта патология является причиной возникновения судорожного приступа. То есть могут быть выявлены какие-то неспецифичные изменения, которые не всегда, а могут и просто не давать и не являться причиной возникновения эпилепсии. Кроме того, очень интересный факт, что не более чем в 8% случаев, а в некоторых случаях и менее, вот тут 4% показано, что те изменения, которые были выявлены при исследовании после первого судорожного приступа, являются показанием к принятию решения об экстренном лечении пациентов. То есть в подавляющем большинстве какой-то ургентной патологии не выявляется. Действительно 7% или там даже меньше. То есть после первого судорожного приступа скорее всего, ну в половине случаев мы изменений не найдем, либо же если они будут выявлены, то не факт, что именно эти изменения являются причиной судорожных приступов. Поэтому когда приходят на МРТ, ну приводят пациента, и мы делаем исследование, для нас это как бы, ну достаточно привычная с одной стороны ситуация, когда изменения не выявлены. Для родственников, либо для самого пациента иногда это удивительно, что вот исследование сделали, но ничего не нашли, но, как вы видите, в половине случаев это бывает действительно именно так. еще одно большое исследование, в которое вошло более тысячи пациентов, здесь сравнивались, ну во-первых, проводилось и КТ, и МРТ, а некоторым пациентам сначала КТ, а потом МРТ, то есть оба метода проводились, и здесь процент выявленных изменений еще ниже. Показано, что именно эпилептогенные изменения были выявлены в 29% случаев. То есть процент, когда мы можем точно сказать, что да, вот мы нашли причину, достаточно низкий после первого исследования. Здесь интересно то, что авторы сравнили возможности МРТ и КТ, то есть когда после первого судорожного приступа делают КТ, а потом повторяют МРТ. И у них получилось, что среди пациентов с нормальной картиной по данным КТ, после того, как им сделали МРТ, в 12% случаях были выявлены эпилептогенные изменения. То есть на самом деле достаточно большой процент. И мы понимаем, что... А, и также было выявлено, что самым значимым предиктором были данные электроэнцефалографии, когда там выявлялись фокальные изменения. Какая же патология чаще всего бывает, когда мы ее видим на МРТ, и которая не выявляется на КТ. Среди всего вот этого обширного материала было показано, что на МРТ лучше выявляется это гипокомпальный склероз или мизиальный височный склероз, как его называется, пороки развития коры головного мозга, то есть мальформации кортикального развития, это могут быть полимикродирии, гетеротопии, лисенцефалии, в меньшей степени чаще всего это полимикрофокально-кортикальные дисплазии, то есть все пороки коры головного мозга лучше видны на МРТ. И также на МРТ значительно чаще выявлялись каверномы, особенно каверномы небольшого размера, которые зачастую являются причиной возникновения судорожных приступов. Таким образом, пациенту после возникновения первого судорожного приступа в обязательном порядке, будь то это ребенок, либо взрослый, у детей это могут быть конечно исключения, когда это фибрильные судороги, но в большинстве случаев, если не было связи с повышением температуры, нужно делать либо КТ, либо МРТ, то есть любой пациент после первого судорожного приступа должен быть обследован. И мы должны понимать, что если сделали КТ, информативность его меньше, чем магниторезонансная томография, и могут быть ложно-отрицательные случаи, то есть не надо на этом успокаиваться, и надо проводить магниторезонансную томографию, даже если на КТ изменения выявлены не были. что же вот это еще из той же статьи, казалось бы, да, процент выявления эпилептогенных изменений не так высок, то есть у третьих пациентов 30%, но что интересно, что у пациентов, у которых были выявлены изменения, вероятность возникновения повторных судорожных приступов значительно выше, чем у пациентов, у которых изменения в головном мозге не были выявлены. То есть в любом случае мы должны делать эти исследования еще в плане предположить в дальнейшем течение заболевания. Следующий вопрос, который очень часто возникает и в большинстве случаев это у смежных специалистов, на каком аппарате проводить МРТ исследования. Много статей этому посвящено, вот некоторые из них привожу, когда сравнивали возможности высокопольных аппаратов, это полтора Тесла, и то, что сейчас считается сверхвысокопольными аппаратами, это три Тесла и выше. На мой взгляд, эти исследования должны делаться только на высокопольных аппаратах, то есть начиная от полутора Тесла. На низкопольных либо среднепольных аппаратах лучше исследования, специализированные исследования при эпилепсии не проводить. И, как показали исследования, что при проведении исследования на аппарате с напряженностью магнитного поля три Тесла, изменения выявляются в два с половиной раза чаще, чем на аппаратах с напряженностью поля полтора Тесла. То есть цифры значительные. Ну, и также сравнили применение аппаратов, когда магнитное поле еще выше, семь Тесла, с трех Тесловыми аппаратами, и тут выяснилось, что тут информативность еще выше. Но, к сожалению, в нашей стране пока такие аппараты, как семь Тесла, девять Тесла, их нет. А если они и в других странах их не очень много, и в большинстве случаев они используются в научной работе, либо же при диагностике сложных случаев, когда необходимо очень высокое разрешение, то есть, когда делают, сделали электроэнцефалографию, видят, что есть локальное поражение, изменения с определенной топикой, проводят МРТ, скажем, на полтора, три Тесла изменения не выявляются. Ну, понятно, что они там должны быть, и тогда проводят на вот таких вот аппаратах, чтобы получить более высокое разрешение изображений. Но, в клинической практике, вот, если направлять на специализированное МРТ при эпилепсии, это должен быть аппарат как минимум полтора Тесла, лучше три Тесла. Кроме того, кроме напряженности поля, необходимо обращать на все внимание на оснащенность аппарата, как программная, так и какие используются радиочастотная головная катушка, сколько каналов у нее, 16 каналов, может быть, 21, 48 вообще хорошо. То есть, чем выше канальность катушки, тем лучше разрешение и тем быстрее можно получать изображение более высокого качества. То есть, на это тоже надо обращать внимание. таким образом, если есть возможность сделать на трехтесловом аппарате, лучше сделать на трехтесловом аппарате. Если такой возможности нет, значит, мы делаем исследование на полутора тесловом аппарате. не надо пренебрежительно относиться к исследованиям на полутора тесловых аппаратах. В подавляющем большинстве случаев, если это исследование делается правильно, то оно информативно. Да, на трехтесловом аппарате разрешающая способность выше, но если нет возможности сделать на трехтесловом аппарате, а есть возможность сделать на полутора тесловом аппарате, это надо делать. И вот как пример мы можем сравнить изображения полученные на разных аппаратах. Соответственно первое изображение это аппарат с напряженностью магнитного поля полтора тесла и вот как примером мы можем посмотреть на такую структуру как гиппокамп который закручивается и мы хорошо можем дифференцировать и серое вещество и белое интенсивность сигнала от него но разрешение на полутора тесловом аппарате конечно же ниже чем на трехтесловом аппарате когда уже дифференциация значительно повышается мы видим структуры лучше мелкие структуры лучше видим и дифференциацию серого и белого вещества лучше видим ну и соответственно если будут какие-то очаги измененного сигнала мы скорее всего это увидим но еще лучше изображение вообще как анатомическое по сути на семитых словах аппаратах мы видим вот как гиппокамп образует вот эти свои пальцевидные выпячивания омонового рога дифференциацию серого и белого вещества так что действительно большую роль играет еще и напряженность магнитного поля при проведении МРТ мы должны понять что если мы обследуем пациента с эпилепсией у которого диагноз установлен и мы должны делать исследование по экспертному протоколу в ряде случаев его называют экспертный протокол могут называть эпипротокол или протокол для эпилептологических исследований сути этой не меняет но в любом случае это должен быть протокол отличающийся от стандартного и статья это еще 2002 год но это такая значимая статья которая дала большой импульс к развитию мрт в диагностике и специализации в диагностике эпилепсии где авторы показали что если используется обычный стандартный протокол который применяется при исследовании головного мозга по любому поводу и исследование оценивает врач который не является специалистом в нейрорадиологии то условно назовем их эпилептические очаги выявлялись не более чем 40% случаев вот если тоже исследование уже посмотрит врач который является экспертом который имеет большой опыт в диагностике эпилепсии то этот процент вырастает до 50 а вот если мы будем использовать экспертный протокол и будет оценивать врач с опытом работы именно в этой отрасли то процент повышается видите на какую значимую цифру на 91% то есть оптимальный вариант получается когда мы делаем исследование по экспертному протоколу и оценивает это врач который работает в этой области таким образом сразу возникает вопрос что же такое экспертный протокол вот я постарался сформулировать это экспертный мрт протокол для эпилепсии это на самом деле это не нечто что-то такое загадочное и вот что-то вот которое делается вот эксклюзивно нет это группа импульсных последовательность которые собраны вместе для улучшения чувствительности и специфичности при выявлении возможных структурных изменений которые лежат в основе судорожных расстройств то есть мы берем определенные программы с использованием определенных параметров в этих программах и собираем их в единый протокол который используется при эпилепсии понятно что это программы их больше чем при стандартном протоколе что параметры как по толщине срезов что по разрешению когда используется матрица большая матрица так и с количеством повторений то есть по времени исследования эти исследования идут это исследование идет значительно дольше чем стандартное этим оно и отличается если стандартное исследование головного мозга идет в среднем от 10 до 15 минут в зависимости от аппарата и какие программы используются то эпи протокол в зависимости от того какой аппарат какие программы какие параметры в них ну в среднем занимает от 45 минут и более до полутора в ряде случаев могут быть до двух часов если устанавливается минимальная толщина среза то есть экспертный протокол он всегда по продолжительности больше что дает повышение качества чувствительности программ выявления изменений существуют вот они уже появились уже более пяти лет назад рекомендации сначала международной противоэпилептической лиги потом мы видим эти же рекомендации российской противоэпилептической лиги по использованию МРТ в диагностике эпилепсии противоэпилептическая лига посчитала что если мы делаем МРТ пациенту с эпилепсией то это должен быть определенный протокол который должен включать в себя минимум меньше которого не должно быть как по программам так и по разрешению в этих программах то есть по сути это некий унифицированный протокол то есть не в зависимости где бы обследовался пациент если это исследование сделано по эпипротоколу если он приходит в организм в другую организацию переезжает в другой город и врач МРТ либо врач эпилептолог невролог смотрит это исследование он понимает что оно выполнено должным образом то есть оно унифицировано надо сказать что вот этот эпипротокол его еще вот по аббревиатуре его называют харнес протокол но это некий такой унифицированный протокол вот если на русский язык перевести унифицированный протокол для нейровизуализации эпилепсии ну вот я его так назвал что включает себя этот унифицированный протокол в обязательном порядке получения 3D T1 изображений это градиентная импульсная последовательность с изотропными изображениями толщиной 1 мм изотропный значит воксель то есть объем который мы получаем размеры ширины длины и высоты этого вокселя они одинаковые то есть 1 мм и мы эти изображения можем без потери качества реконструировать в ту или иную плоскость то есть мы получаем сразу 3D изображения с которыми мы можем работать также рекомендуется получать 3D флайер импульсную последовательность с толщиной среза миллиметр 1,2 миллиметра 1,4 миллиметра то есть в районе миллиметра и тоже изотропное с возможностью реконструировать в другие плоскости также в обязательном порядке входит получение 2D Т2 изображений это Т2 изображения высокого разрешения то есть high resolution субмиллиметровые и по рекомендациям их получают в косо-корональной плоскости в обязательном порядке делаются они перпендикулярно длинной оси гиппокампа и толщина таких изображений толщина срезов должна быть 2 миллиметра интервал между этими срезами равен нулю то есть без интервалов кроме вот этого вот этих программ в обязательном порядке делается SVI импульсная последовательность ну у некоторых производителей это называется SVI у кого-то называется SWAN импульсная последовательность и кроме того если нету этой последовательности используется градиентная импульсная последовательность GRET Т2 со звездочкой так называемая могут если мы вводим контрастное вещество ну соответственно получаем как предок и постконтрастное Т1 взвешенное изображение но контраст вводится по показаниям кроме этого могут использоваться другие импульсные последовательности то есть вот это вот унифицированный харнес протокол это как бы минимум надо сказать что это унифицированный протокол это ну не скажем так его нельзя ухудшать вот вот это минимум который ухудшить мы не можем и не должны но этот унифицированный протокол мы можем дополнять то есть ну в какой-то степени улучшать другими программами то есть мы можем также сделать и дабл инверсия рекавери при необходимости добавить импульсную последовательность может добавить диффузионно-тензорное изображение с получением трактограмм может добавляться мр-спектроскопия мр-перфузия то есть в принципе при необходимости к этому протоколу в этот протокол могут войти другие импульсные последовательности которые будут только его если они правильно сделаны грамотно по показаниям будут только его улучшать но минимум именно такой вот как выглядят эти изображения t1 взвешенное изображение верхний ряд изображений чаще всего делается в сагитальной плоскости чтобы и потом реконструируется в корональную и аксиальную почему в сагитальную потому что поперечный размер головы меньше то есть меньше количество срезов необходимо и по времени это идет быстрее что же нам дает t1 в режиме градиентной импульсной последовательности во первых оптимально отражается анатомия головного мозга мы можем потом проводить различные морфометрические исследования хорошо видна дифференциация серого и белого вещества мы можем посмотреть как четко видна граница между серым и белым веществом видны борозды извилины то есть это одна из основных импульсных последовательностей а вторая импульсная последовательность которая на мой взгляд считается наверное одной из самых информативных это является флайер импульсная последовательность которая также делается в режиме 3d если нет возможности сделать в 3d то делается как минимум в двух плоскостях скажем в корональные аксиальные либо корональные сагитальные И на флайере мы лучше всего видим изменения в белом веществе, то есть зоны, которые про изменение интенсивности сигнала в белом веществе, в субкортикальных отделах, в ряде случаев в коре, то есть все, что связано с изменением интенсивности сигнала, лучше всего видно на флайере. У флайера есть некоторые ограничения по использованию по возрасту, пока меленизация не завершена, иногда, ну скажем так, до года точно флайер может не отображать те изменения, которые спрятались за незавершенной меленизацией. Кроме 3D изображений, также делаются 2D изображения с высоким разрешением, они делаются в косо-корональной плоскости, вот мы видим как в сагитальной плоскости гиппокамп, вот его длинная ось, соответственно крючок гиппокампа, передняя треть, средняя, задняя треть. И срезы в корональной плоскости, они ориентируются перпендикулярно длинной оси гиппокампа. Раньше делали только срезы на гиппокамп с высоким разрешением, теперь программное обеспечение аппараты позволяют делать на всю голову корональные срезы с высоким разрешением, вот мы так и поступаем. Итак, на этих изображениях оптимально видна анатомия гиппокампов, вот мы видим пресубикулем, субикулем, сам гиппокамп, дифференциацию серого и белого вещества гиппокампа, также мы оцениваем миндалевидное ядро и парагиппокампальную извилину, все это можно оценить на таких вот косо-корональных изображениях, то есть передние отделы гиппокампа, средние и задние. Это тоже входит в стандарт унифицированного протокола. Что же нам дает использование этого протокола? Ну, потому что очень часто говорят, да вот мы изменения и без этого увидим. На самом деле это не так. Что-то мы, может быть, увидим, а что-то, может быть, и пропустим. И вот как показывает исследование, это достаточно свежее исследование, вот авторы предлагают свой вариант протокола. Здесь кроме стандартных исследований, которые, скажем так, кроме тех программ, которые входят в Харнес протокол, авторы используют, видите, не только 3D-флайер использовался, 3D-флайер, мы видим, что также используются 3D-T1 и 3D-T1 MPRH импульсная последовательность. Также всем делалась диффузионно-тензорная импульсная последовательность, ну и дополнительные импульсные последовательности. То есть в данном случае количество 3D-изображений было увеличено. Вопрос, который в свое время я себе сам задавал, искал на него ответ, ну и нашел ответ. А если мы обследуем ребенка, у которого не эпилепсия, а, скажем, у ребенка отставание в развитии, есть нарушение речи, задержка психического развития, физического развития, какой протокол мы должны использовать? Стандартный либо расширенный? Этот вопрос тоже очень часто возникает. И вот работа опубликованная, где авторы говорят, это рекомендации уже по сути, что в тех случаях, когда у ребенка может быть заподозрено еще до исследования по клинике врожденная аномалия развития, то протокол очень-очень сильно напоминает харнес. То есть опять же делать необходимо, видите, 3D-T1, градиентную импульсную последовательность, аксиальное и корональное T2 изображение с высоким разрешением, флайер в обязательном порядке. И вот тут пишут, что опционально, конечно, лучше делать 3D-флайер и потом получать реконструкции в трех плоскостях. Опять же, рекомендуется делать поперечные срезы через длинную ось гиппокампа с высоким разрешением. Необходимо делать SVI. То есть, по сути, этот протокол приближается, можно сказать, равен харнес-протоколу. Таким образом, получается, что если мы имеем дело с ребенком не только с эпилепсией, но и с отставанием развития, мы должны использовать вот расширенный протокол исследования. Не надо говорить, что мы только по экспертному протоколу обследуем только детей с эпилепсией. Нет, дети, у которых есть отставание в развитии, есть какие-то задержки в развитии, должны использоваться по расширенному протоколу. Получается, практически любой ребенок, за исключением, когда там подозревается какой-то другой процесс опухолевый, использоваться должен такой вот расширенный протокол исследования. Какие же преимущества харнес-протокола? Ну, во-первых, ну тут все приведено, это высококонтрастное 3D-T1 изображение, которое позволяет реконструироваться, позволяет, есть возможность их реконструировать в любую плоскость. Кроме того, харнес-протокол, он унифицированный. Мы видим, что одни и те же программы делаются и на полутора тесловых аппаратах, и на трех тесловых сканерах. Этот протокол применим как ко взрослым, так и к детям. Нет необходимости, тут нет зависимости от работы оператора. Когда мы думаем, а правильно ли оператор наклонил срезы для получения изображений гиппокампов. Мы делаем 3D-изображения, мы потом можем сами их повернуть, как нам нужно. Нет эффекта частичного объема, когда какая-то зона изменений попадает между срезами. У нас срезы тонкие, ну и улучшается сигнал качества. И вот использование различных доп. программ, ну это не программы, это параметров, там, ассет, граб, в зависимости от аппарата, позволяет при использовании многоканальной катушки, еще раз повторюсь, получать изображение высокого качества с достаточно высокой скоростью. Но тут не надо гнаться за скоростью, тут нас в первую очередь интересует качество изображения, качество исследования. Итак, что же нам дает Харнес протокол, или, скажем, экспертный протокол? Вот авторы использовали протокол. Они делали 3D-флайер, 3D-Т2, 3D-Т1, 2D-флайер и 2D-Т1. И вот они показали, что при использовании экспертного протокола в 33% случаев, то есть у каждого третьего пациента, были выявлены изменения, которые при предыдущем исследовании, при использовании стандартного МРТ протокола, не выявлялись. То есть раньше писали норму, сделали по экспертному протоколу и выявили изменения. То есть у каждого третьего пациента. Еще одна публикация. МРТ проводилась по экспертному протоколу, и изменения, которые могли бы быть причиной судорожных приступов, были выявлены в 40% случаев. То есть процент значительно выше. Мы помним, что если делать только КТ, либо стандартный МРТ, процент был 29, если я не ошибаюсь. И выявлялись различные изменения, начиная от врожденных, таких как аномалии развития, критикальной дисплазии, и заканчивая опухолями, инфарктами, посттравматическими изменениями. И вот я хотел бы привести пример. Это из собственного опыта. Сначала исследование было сделано по стандартному протоколу. Здесь, на этих изображениях, изменения присутствуют. То есть если знать, где искать их, можно увидеть. Но они в глаза не бросаются. Действительно, вроде бы ничего не светится, никаких образований не видно. И вот тот же самый пациент, когда исследование сделано по Харнес-протоколу, и мы видим, что в глубине сильвиевой щели, в вертикальной части, выявляется образование, которое располагается в коре и в субкротикальных отделах, которое дает гиперинтенсивный сигнал на флайере, на Т2, гиперинтенсивный на Т1, не накапливает контрастного вещества. И также хорошо, наверное, даже лучше видно на ДИР импульсной последовательности. Если мы вернемся, видите, на экспертном протоколе видно очень замечательно. Это исследование, которое сделано 11 месяцев назад. Данное образование, по сути, не изменилось. Если мы вернемся к предыдущему слайду и очень внимательно посмотрим, то вот в глубине сильвиевой щели, сейчас я подведу мышку, вот это образование, которое мы видим на флайере. Это как раз-таки тот самый суммационный эффект, когда образование попадает между срезами. То есть происходит суммация, и мы его видим значительно хуже. Если приглядеться, вот оно на изображении в корональной плоскости в виде гиперинтенсивной структуры видно. То есть пропустить при стандартном протоколе такое маленькое образование было запросто. Размер его около 7 мм. Протокол можно дополнять. То есть харнес-протокол это не что-то застывшее, которое вот мы его делаем и говорим, все, этого достаточно, мы больше ничего делать не будем. Нет, в зависимости от того, мы делаем исследование по харнес-протоколу, видим какие-то изменения, либо же мы до начала исследования можем предполагать, что у этого пациента могут быть эти изменения, либо у него есть предыдущие МРТ. И мы понимаем, что харнес-протокол может дополняться другими программами. И вот как пример одной из таких программ является ДИР, импульсное последовательство, дабл инверсия рекавери. Если на флайер импульсной последовательности, вот он флайер, происходит подавление сигнала от жидкости, поэтому жидкость в желудочках гипоинтенсивна. Вот, видите, в результате всё, что располагается субэпендимально, либо вдоль борозд, видно значительно лучше, чем на Т2, то ДИР, импульсная последовательность, там используются два инвертирующих импульса, и происходит подавление не только от жидкости, но и от белого вещества головного мозга. Поэтому всё, что располагается на границе коры и белого вещества, либо в кортикальных отделах, видно значительно лучше. В данном случае это туберозный склероз, и мы видим кортикальные туберы, которые располагаются в лобной доле. И вот мы можем сравнить, как это видно на флайере, и как видно на ДИР импульсной последовательности. То есть, если мы имеем дело с пациентом, у которого подозревается туберозный склероз, то есть, это могут быть и судорожные приступы, и пятна на коже, то есть, это нейрокожный синдром, то мы протокол ХАРДОС можем добавить ещё и ДИР импульсную последовательность, и кортикальные туберы будут видны значительно лучше. Ещё одна программа, которая может быть дополнена, это диффузионно-тензорная импульсная последовательность, и, казалось бы, вот оно, мозолистое тело обычной формы, размеров, при проведении ДИТА импульсной последовательности, мы видим, что на уровне задней трети ствола мозолистого тела количество ассоциативных волокон, которые его пересекают, значительно меньше, чем в колене и в области валика мозолистого тела, и что более наглядно видно, при построении 3D-тарктограмм передние щипцы в области колена, задние, а вот на уровне ствола количество волокон резко уменьшено. Если мы вводим контрастное вещество и получаем постконтрастное и преконтрастное изображение, вот здесь я не устаю повторять, что в основном все, конечно, делают постконтрастную градиентную импульсную последовательность, вот она, это, у разных производителей они называются по-разному, у кого-то 3D-MPR, у кого-то называется Bravo, у кого-то называется Space, ну, по-разному называется MPR, а вот постконтрастный, тогда лучше получать 3D-T1 импульсную последовательность в 3D-FSE, спиновую, у кого-то это называется куб, у кого-то называется Space. Почему именно FSE, хотя она визуально, конечно, проигрывает градиентной, потому что на градиентной импульсной последовательности, после введения контраста, происходит усиление сигнала от сосудов, от оболочек, а вот на 3D-FSE импульсной последовательности усиление от сосудов не происходит, и мы не видим такого пятнистой картины от оболочек. И вот тут мы можем четко сказать, что вот то, что накопило контраст, это субпендимальный узел при туберозном склерозе, а что касалось, накопило контраст вот на градиентной импульсной последовательности, на самом деле это сосуд, что подтверждает отсутствие контрастирования на FSE импульсной последовательности. То есть, еще раз повторяю, если мы вводим контраст, мы должны получить 3D-T1 импульсную последовательность, при и постконтрастную. Если мы ее получаем, если есть возможность, если в программу, в пакет программного обеспечения входит 3D-T1-FSE, надо ее, лучше делать ее. Кроме того, на градиенте градиентная импульсная последовательность, инвертирующий сигнал где-то на 30% уменьшает чувствительность к контрасту. Еще один пример, когда мы можем дополнять протокол исследования. Молодая женщина 24 лет, впервые возникший судорожный приступ за 4 дня до исследования. И вот исследование было сделано, но в несколько высеченном режиме выявляется зона изменений, которая не привязана к какому-то сосудистому региону кровоснабжения. При этом на диффузионно-взвешенных изображениях повышение сигнала не происходит. Но мы можем обратить внимание, что верхний сагитальный синус тромбирован, что проявляется гиперинтенсивным сигналом на Т1 без контрастных изображений. И в данном случае мы можем говорить о тромбозе синуса. Это исследование сделано было артериография без контрастной, хотя она никакой информации не дает в данном случае, а нужно было делать венографию. И вот при повторном исследовании через 9 дней мы видим трансформацию зоны изменений, когда уже есть геморрагическое пропитывание, что видно на сван импульсной последовательности. Кроме этого, мы сделали флайер, мы можем построить мип-реконструкцию. Смотрите, как меняется картина, и вот мы видим, что имеются тромбированные поверхностные вены, которые должны впадать в верхний сагитальный синус. Так как исследование проводилось с введением контраста, мы сразу же сделали контрастную венографию. И видите, что выявляется, что за это время произошла реканализация верхнего сагитального синуса, то есть тромбирования самого синуса уже нет. дополнительная импульсная последовательность, которая дала нам информацию, что произошла уже реканализация верхнего сагитального синуса. Возникает вопрос, всегда ли необходим контраст. На самом деле нет. Контраст вводится по показаниям, когда есть признаки опухолевого процесса, есть признаки воспалительного процесса, либо контрастировать надо сосуды. А в ряде случаев введения контраста, наоборот, может затруднить даже визуализацию зоны изменений. Вот как в данном случае, картинка достаточно пестрая, поэтому это как бы скрывает зону изменений. А если мы посмотрим на те же изображения, но сделанные без контраста, вот здесь показана зона изменений, локализующаяся в левой теменно-затылочной области, и видна она значительно лучше, ну, также она хорошо видна и на срезах корональной плоскости, вот мы выводили специально косо-корональной на Т2 изображениях, ничто иное, как фокально-кортикальная дисплазия. Дополнительно сделали бесконтрастную перфузию, мы видим, что в зоне расположения зоны изменений есть снижение скорости мозгового кровотока. Кроме этого, мы должны помнить, что у пациента патология может быть в головном мозге множественная, и вот тут не надо впадать в состояние эйфории от находки, что вот мы что-то нашли, значит, вот свой диагностический поиск мы должны на этом прекратить. Это не так. Есть теория ошибок, и вот в этой теории ошибок одной из ошибок, которая указывается, которая может привести к ошибке причиной является эйфория от находки. Мы не должны впадать в эйфорию. Итак, у пациентов патология может быть множественной. Мы видим в лобной доле корей в субкортикальных отделах зону изменений, она хорошо видна на флайер импульсной последовательности, она в первую очередь бросается в глаза, но кроме этого, у того же пациента имеется изменение и гиппокампа в правой гемисфере в виде уменьшения его размера и повышения сигнала. Эта патология не так бросается в глаза, но и ФКД, и склероз гиппокампа могут быть причиной эпилепсии. Вот непосредственно изображение на гиппокампа мы видим изменение сигнала от гиппокампа, уменьшение его размеров отчетливо, и вот если мы сравниваем правый и левый гиппокамп, и изменение структуры. Ну вот не должно быть удовлетворения от одной находки. Ну, должны смотреть весь, пройти весь диагностический алгоритм от начала до конца, чтобы не совершить эту ошибку. Еще один пример. Ребенок трех лет, редкие приступы отставания в развитии. Мы видим классическую картину достаточно крупной арахноидальной кисты сильвивыщели. Но не все такое большое, что бросается в глаза, является причиной эпилепсии. И в подавляющем большинстве случаев арахноидальные кисты, даже если они локализуются в области височной доли, не являются причиной эпилепсии. Значит, нужно посмотреть еще все остальное более внимательно. И вот мы замечаем, что кроме этого в субэпендемальных отделах есть небольшое образование. Мы смотрим градиентную импульсную последовательность. Вот это образование. Перевентрикулярная гетеротопия. Это тот же пациент в других плоскостях. Вот небольшие узлы серого вещества, расположенные в перевентрикулярных отделах, которые вдаются в полость боковых желудочков, которые и вызывают судорожные приступы у пациента. Хотя по размеру, по сигналам они видны значительно хуже, чем арахноидальные, условно безобидные арахноидальные киноза в плане эпилепсии. Какие же факторы отрицательно влияют на результаты исследований? Во-первых, недостаточность информации врача-радиолога о пациенте. Когда пациент приходит с окон с направлением сделать МРТ головного мозга, даже по эпипротоколу. То есть он не предоставляет направление от врача-невролога, эпилептолога, психиатра по поводу анамнеза пациентов, клинической картины, данных электроэнцефалографии, где локализуется очаг эпиактивности. Второй неблагоприятный момент, который влияет, это использование стандартного протокола. И третье, на мой взгляд, недостаточное знание, либо опыта врача-рентгенолога в семиотике спектра эпилептогенных изменений. Я не могу сказать, что кто-то из врачей лучше, кто-то хуже, но есть врачи, которые специализируются в нейрорадиологии, они ежедневно видят таких пациентов, но они могут хуже знать патологию брюшной полости. Есть специалисты, которые работают и ежедневно видят костную патологию, и они ее лучше знают. Поэтому мы не можем знать однозначно все хорошо, у нас должна быть специализация. Есть факторы, которые положительно влияют, не поменялась картинка, факторы, которые положительно влияют, это полная информация о пациенте, экспертный протокол, постобработка, то есть мы получаем изображение, мы с ними еще работаем, мы строим реконструкции, потом мультидисциплинарный подход, когда есть консилиум, в который ходит врач-невролог, рентгенолог, мы можем обсудить данные МРТ, ЭГ, нейрохирург, ну и знание патологии непосредственно. И вот один из примеров. Предисловие такое, доктор-эпилептолог обратился с просьбой повторно посмотреть МРТ-исследование пациентки, которое было сделано в другой организации, по заключению была норма. А вот это не совпадало с клинической картиной. Клиника была в виде геластических приступов, то есть приступов смеха. Вот на данных изображениях патология приведена, но она не бросается в глаза, если не знать о причинах эпилепсии геластической. А какие же причины геластической эпилепсии? Она встречается редко, но наиболее частой причиной геластических приступов является гомортома гипоталамуса. Геластические приступы, не связанные с наличием гомортомы, встречаются крайне редко. И при этом корреляции с ЭГГ может и не быть. Таким образом мы понимаем геластические приступы гомортома. Гомортома это гипоталамическая область. То есть нам нужно внимательно посмотреть гипоталамическую область. И действительно при внимательном анализе вот мы выявляем дополнительное образование расположенное в гипоталамической области, которое вдается в полость третьего желудочка, которое изоинтенсивно серому веществу на всех импульсных последовательностях, которое не накапливает контрастное вещество. И это не что иное, как вот такая маленькая гомортома гипоталамуса. То есть зная анамнез, зная какой вид эпилепсии, это значительно нам упрощает диагностический поиск и улучшает результаты. и вот мы видим эту самую гомортому. Еще один пример, ребенок 6 лет, гипопитуализм, адренокортикотропная, самототропная, тереотропная недостаточность, то есть есть гормональные нарушения, атрофия зрительных нервов, косоглазие, отставание, развитие, моторная аллалия. Судорог идти нету. То есть в любом случае, даже читая анамнез, мы понимаем, что у пациента есть поражение со стороны, скорее всего, гипофиза и что-то со зрительными нервами. И действительно обращает на себя внимание отсутствие прозрачной перегородки. Прозрачная перегородка не визуализируется. гипоплазия хиазмы, притом асимметричная гипоплазия хиазмы, гипоплазия зрительных нервов, что объясняет зрительные нарушения. И возникает вопрос, а с чем же связаны гормональные нарушения? И вот если мы посмотрим, в норме нейрогипофиз должен располагаться в полости турецкого седла и характеризоваться гиперинтенсивным сигналом. А здесь мы видим, что он располагается в области дна третьего желудочка, то есть есть эктопия нейрогипофиза. Таким образом мы имеем дело с септооптической дисплазией, которая может характеризоваться нарушением зрения и гормональными нарушениями в случае эктопии нейрогипофиза. Но кроме этого мы помним, что данная аномалия очень часто сочетается с критикальными дисплазиями. И вот мы видим критикальную дисплазию, локализующуюся в левой лобной доле и скорее всего есть еще аналогичные менее выраженные изменения в правой лобной доле. Итак, мы исследование сделали, анамнез у нас есть, исследование мы сделали хорошо по эпипротоколу, теперь нам осталось его только оценить. И вот тут вот давайте посчитаем. Стандартное исследование, когда делается, в среднем получается 20-25 изображений в аксиальной плоскости, там столько же примерно в корональной, в сагитальной, там 4 программы, ну и получается в общей сложности около 100-150 изображений на все. А когда делается эпипротокол, то только в одной 3D программе мы получаем 120-150 изображений. А таких программ у нас, скажем, сделано 3D T1. Потом мы эту 3D T1 реконструируем в трех плоскостях, то есть у нас уже становится не 150 изображений, а 450 изображений. То же самое происходит с флайером. То есть и в результате мы имеем дело порядка тысячи изображений. И все эти тысячи изображений надо посмотреть, а когда объем такой увеличивается, всегда существует вероятность, что мы может быть забудем что-то сделать. Чтобы не сбиться, необходимо пользоваться алгоритмом. Этот алгоритм может быть у каждого свой, он может отличаться, кто-то скажет, вот ваш алгоритм мне не нравится, я буду пользоваться своим. Но в любом случае это четкая последовательность действий, направленная на достижение поставленной цели или решение поставленной задачи. С чего же необходимо начать? Начнем от несколько необходимых шагов, которые как я оцениваю в том числе эти изображения. Вот мы получили 3D-T1, мы их отреконструировали. Итак, что мы можем оценить на 3D-T1? Во-первых, срединно-седетальное изображение, с этого проще всего начать наш алгоритм. Потом мы оцениваем пересильварную область, потом полюсы гемисфер, желудочки мозга, ну и необходимо как бы взглянуть на изображение издалека, потому что что-то большое в ряде случаев видно на расстоянии, то есть взглядом издалека. Итак, срединно-седетальное изображение. В ряде случаев оценка этого изображения нам может дать очень многое и выявить даже патологию. Вот приведена статья, где указано, что только по одному срединно-седетальному изображению можно диагностировать, уверенно диагностировать 25 различных изменений головного мозга, аномалий, заболеваний головного мозга у взрослых и детей. Поэтому начинать всегда лучше со срединно-седетального изображения. Это могут быть аномалии и мозолистого тела, и задней черепной ямки, прозрачной перекоротки, гипоталамуса, и так далее. Это все хорошо видно на срединно-седетальном изображении. Вот различные исследования. Мы видим переколезную липому, которая в ряде случаев, до 50% случаев может сопровождаться судорожными приступами. Гиподисплазию мозолистого тела, агенезию мозолистого тела, сочетающуюся с липомой, аномалию задней черепной ямки. И как пример, еще один пример геластической эпилепсии с наличием больших размеров гомортомы, которая видна на срединно-седетальном изображении, и на флаере, и на Т1. Она не накапливает контрастное вещество. Вот здесь показано. Имеет широкое основание, где соединяется с дном третьего желудочка. И, конечно же, в данном случае единственным способом излечения пациента является нейрохирургическое вмешательство с удалением гомортомы гепаталамуса. Пересильварная область. Проще всего оценивать на сагитальных срезах, парасагитальных изображениях, сравнивая правую сельвию щель и сельвию щель левой демисферы мозга. Вот как здесь показано, две демисферы, правая и левая. Вот мы видим пересильварную область, сельвию щель, оцениваем, как располагается сельвия щель, ее глубину, локализацию, ориентацию, толщину серого вещества, четкость демаркационной линии между серым и белым веществом. И как пример, пересильварная полимикрогирия, мы видим атипичную форму сельвии щели, наличие аберрантной борозды, которая соединяется с сельвией щелью, утолщение серого вещества. И вот если мы сравним, даже обрисуем контуры сельвии щели, щелей правой и левой демисферы, мы сразу же в глаза бросаются асимметрия их и атипичная форма сельвии щели правой демисферы. И вот также указана толщина коры, которая резко увеличена в правой демисфере мозга. Но в ряде это тоже наблюдение, когда аналогичные изменения мы видим и в сагитальной плоскости, вот аномальная борозда и вот скопление серого вещества. И в реконструкциях Т1 изображений аномальная борозда, утолщение коры, вот хорошо видно на всех программах. Но изначально это бросилось в глаза на парасагитальных изображениях, которые мы оценили. еще один пример, когда уже на срединно-сагитальном изображении мы можем увидеть, скажем так, не норму. Вот нижнее изображение это нормальная картина, и вот мы видим мозолистое тело, вот оно, и вот видим форниксы. А здесь мы мозолистое тело видим, но форниксы располагаются атипично, дно третьего желудочка, оно как бы опущено вниз, неправильно расположено, что сразу же нас настораживает. И вот парасагитальные срезы, мы видим атипичные борозды и в правой гемисфере вот параллельно сириевой борозде идет еще одна множество атипичных мелких борозд и изменение уже несколько другого характера в противоположной гемисфере в виде утолщения коры, наличие аномальных борозд и изверин, это даже на лу, вот мы можем увидеть и в аксиальной плоскости подтверждается, то есть наличие двухсторонней поле микрогерии, атипичное расположение форниксов объясняется генезией прозрачной перегородки, то есть на парас и детальных изображениях мы отчетливо видим аномалию, аномальное строение сириевой борозды и наличие поле микрогерии. Иногда эти изменения не так бросаются в глаза, казалось бы, но вот нормальная сириевая щель с этой стороны и с этой вот утолщение коры не видно, вот она сириевая щель, вот она сириевая щель, но если это сравнивать более внимательно, вот одна, вот вторая, да, видите, форма все-таки разная на одинаковых срезах, форма у них разная, и что дальше, мы это сразу же, мы же получили 3D импульсную последовательность, мы это сразу же можем проверить и в корональной плоскости, вот типичное расположение сириевой борозды в левой гемисфере и вот такое вот неправильное в правой гемисфере, вот мы можем это обозначить визуально, да, вот, ну и кроме того, если мы сравним вот эти вот сириевые щели вместе сопоставим, видите, разная форма у них, понятно, что зона интереса у нас будет уже однозначно правая сириевая щель, вот, посмотрели, вот, увеличили, посмотрели, действительно, как-то она неправильно идет, и контуры у нее такие, какие-то изрубленные, построили реконструкцию плоскостную, видите, вот, провели сириевую щель, с этой стороны, вот она идет не прерываясь, а здесь мы видим, что она прерывается, то есть, есть какая-то аномалия развития вот эта область. Кроме того, на 3D-T1 хорошо оценивать полюсы гемисфер мозга, лучше всего это делать в корональной плоскости, сравнивать проще, но если есть какие-то изменения, мы сразу же можем это посмотреть, проверить и в сагитальной, и аксиальной плоскости. Вот, как пример, вот мы видим полюс лобный правый, левый гемисферы, полюса височной доли и полюса затылочной доли в корональной плоскости, то же самое в аксиальной и в сагитальной проверяем. И вот пример того, как изменения могут быть легко пропущены, но они здесь есть. Сравниваем полюса и в полюсе левой левой лобной доли, мы видим атипичное строение борозд, сразу же смотрим на флайере, мы видим изменение интенсивности серого вещества, нарушение демаркации между серым и белым веществом, вот такое неправильное строение этой медиальной поверхности, то же самое в аксиальной плоскости, вот это аномальная область, вот это аномальная область, где неправильно есть строение, и эти изменения уже лучше видны при ПЭПС-глюкозе, когда в этой же области выявляется гипометаболизм глюкозы. Другое наблюдение, когда изменения в полюсе уже височной доли, мы можем сравнить правую и левую височную долю, и видите, вот белое вещество, правой височной доли, вот оно идет, интенсивность сигнала не изменена, демаркация четкая, а вот в левой гемисфере уже интенсивность сигнала от белого вещества изменена, и демаркация уже становится нечеткой, эту интенсивность измененную мы хорошо видим и в сагитальной плоскости, сразу же проверяем на других программах, дир импульсная последовательность Т2, зона повышения сигнала, на ИСВИА мы видим аномальные сосуды в этой области, вены, и вот в данном случае это было не что иное, либо как можно оценивать, либо как доброкачественную какую-то опухоль, ассоциированную вызывающую эпилепсию, либо зону дисплазии, без хирургического, без дисологической верификации это сказать сложно. Другой пример, когда мы должны четко оценивать полюса, это редко, оно встречается, оно встречается, энцефалоцели, когда происходит повреждение костной ткани, возникает дефект, куда пролобируют оболочки и вещество головного мозга. если не обращать на это внимание, это легко пропустить, вот нормальная височная доля, вот ее контуры, а здесь же мы видим, что контур становится неровный, что вот есть выбухание в кость, вот эта же зона, вот она же, вот то, что выбухает, можно посмотреть это при увеличении, вот идет кость, которая, диплоическое вещество, которое характеризуется гиперинтенсивным сигналом, и вот цели, куда выпадает фрагмент височной доли, то же самое на аксиальных срезах, ну вот мы постараемся вот обвести по контуру то, что выбухает, вот выбухающая часть височной доли, энцефалоцели. И вот разница контура в правой и левой височной доли, если мы обводим по контуру, когда сам в себе обводишь, это сразу же бросается в глаза, и мы видим асимметрию. Желудочки мозга на самом деле хорошо оценивать и на Т1, и на Т2 изображениях, но вот я предпочитаю это делать на 3D Т1, где мы оцениваем и размеры желудочков, и контуры желудочков, и что составляет перевентрикулярное вещество. В данном случае мы видим, что вдоль стенок желудочков боковых располагаются множественные узлы гетеротопии, характеризующиеся изоинтенсивным сигналом, что хорошо видно на Т1 в взвешенных изображениях, и сразу же мы можем оценить, что это соответствует сигналу серого вещества. Другое наблюдение, редкие судорожные приступы, по ЭГ изменений не выявлено, а вот при проведении МРТ вот еще раз хотел бы подчеркнуть, что мы должны очень все внимательно оценивать, вот я невольно все ближе под придвигаюсь к экрану,